Опять камера вырубается. Холодно. Там погибло несколько десятков человек. Высота 4 500. Ацки ад какой-то. Устали, пи***ска. У меня прошла голова и почётче стало как-то. А мне что-то не очень хорошо. Привет, камрады. Время половины седьмого утра. 25 ноября. 12 день трекинга. Выходим из Тридара. Прямо там вот комната наша. Здесь прям вот Safe Drinking Water Station за 50 рупий за литр. Взяли воды. Идём в High Camp. High Camp это верхний лагерь. Так скажем верхняя точка, где можно переночевать перед перевалом Торнгла. Находится на высоте 4 900 метров. Камера замерзает. Что-то когда вышли записать не получилось. Опять вырубилась. Опять камера вырубается. Холодно. Гупро вообще отказывается работать в такой мороз. И в бутылке вода прям на глазах замерзает. В общем мы идём в High Camp это верхний лагерь. Да что ж там глаза на глазах замерзают. Глаза на глазах. Верхняя точка, где можно переночевать перед штурмом перевала Торнгла. Мы сегодня туда дойдём, сбросим вещи и попробуем ещё подняться повыше для лучшей акклиматизации перед завтрашним штурмом. Вообще перевал Торнгла особой опасности никакой не представляет, кроме проявления горной болезни. Но, однако, два года назад, в 2015 году, там погибло несколько десятков человек. После проливного дождя ударил сильный мороз. Расскажу уже потом, скажу, за кадром. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вот уже солнце поднялось повыше, отогрело нас и камеру. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего не скажешь? Вот в торнкпеде. Мой торнкпеде, высота 4 500, время без 15 10, ну, кажется, 3 часа шли, 3, 3. В общем, картошки опять заказал, с лицом, цитру, порция небольшая, а в Ноди за 250 просто облет. В 11 часов, в общем, мы стартанули в торнкпеде, в хай-кэмп, надо набрать 350 метров высоты, а по протяженности это всего лишь километр 200, то есть вон туда. Вот так вот. А, блин, и да, вот. Торнкбейскэмп, лодж, энд ресторан. Намастэ. 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 Ацкиат какой-то. Сто тридцать метров осталось по вертикали чуть-чуть. 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 Вообще самый крутой подъем. Ты знаешь, лейк такой у меня был, да? Мне кажется, да. По-моему, что и высота выше. Высота выше. Высота выше. Тишина тише. Глубина глубже. В общем, еле идем. В общем, еле идем. Что? Как? И как? И как? Да. Вот и хайкэмп. За два часа еле-еле. так заселились номер 27 на улице номер просторный дочь вроде особо ниоткуда не дует соль двойные стекла первый раз они показал ну а 350 рупий что-то устали пи** как мягко выражались эти последние два часа жизнь тут под нас все много кто обогнал сегодня мы сегодня не очень не очень сидим вот такие сидим тут типа в сарае холодно ну реально в сарае ты кровати только открываешь так дверь неожиданно а там опа и горы прям вот за дверью сразу зашли на рецепшн может так назвать поставили зарядку пауэрбанк 200 рупий стоит и 3 батарейки от гупро водой такой док-станция тоже 200 рупий телефон зарядить стоит 100 рупий идем повыше актематизироваться времени время время 3 часа полтора два два полета Река замерзшая. Вот у меня прошла голова и почетче стало. Так ты еще диакарп выпил. Мне вообще хорошо почти. Вперед. А мне что-то не очень хорошо. Завтра мы будем здесь же идти, только по темноте. То есть ничего видно не будет с фонариками. Еще дойдем где-то до высоты. 550, 500, 500, наверное, вряд ли. Еще посмотрим. Докарабкались до высоты 5,90. Тут чайный домик стоит. Вот. Это высота косой полки на Эльбрусе, между прочим. Так-то. Ну ладно, мы-то спускаемся обратно в лагерь. Ужинаем. И попробуем поспать. Ночью выходить. Там это, комната, где печка, там народу прям перескал. Вот, а здесь нет никакого, но здесь прохватно. У меня башка заболела. Вот с романчиками, кто вроде, пускай. Аппетита особо нет, взяли по млете. Здесь такие уже приличные. Высокогорные. Высокогорные, да. А мы чесноком, 200. 288? 288 собачные, да. И сыром у меня 320. 380. Чеснок. Бутылка воды 250 рублей. Где-то 170 рублей, да, получается. За бутылку воды за метровую. Возьмем две. Шиканем, да? Вот такой скромный ужин. Кстати, хлеб... Да, не скромный день. Да, хлеб видел в продаже только в Мананге. Буханка такая, типа тостового хлеба, только нерезанного. 300 рупий. Там 200 рублей где-то получается. То есть, как в Исландии, цены, в принципе. Не нашел, но вообще, по идее, в Классенге можно запалки для платы, вот еще одно одеяло и грелка. Цены мы не нацелем. Но я думаю, здесь не шибко холоднее, чем в Лентаре. Переживешь. Тем более, спать недолго, вставать раз. Смотри. Смотри. Продолжение следует...